16 июля 1908 года. Теодор Рузвельт. 35 лет назад в письме, адресованном якобы моей жене, а на самом деле мистеру Гоулсу, я забавлялся сам и пытался позабавить своего адресата, предсказывая монархию и описывая воображаемое положение нашей страны после замены республики монархией. Сейчас я снова заинтересовался этим письмом. Не ради его содержания, ибо в нем нет ничего серьезного, а лишь потому, что оно освежило мою память и помогло мне вспомнить предыдущее письмо, в котором приближение монархии рассматривалось вполне серьезно. Я не думал, что монархия возникнет при моей жизни, при жизни моих детей или в какой-либо период времени, наступление которого можно предсказать хотя бы с малейшей долей определенности. Она может возникнуть в ближайшее время, она может запоздать на два дня или на три столетия, но возникнет она непременно. Есть ли на то какие-либо особые из ряда вон выходящие причины? Да. Две особые причины и одно условие. Первое. Человек всегда стремится иметь какое-то вполне определенное существо, которое он мог бы любить, почитать, перед которым он мог бы благоговеть, которому мог бы повиноваться, например, Бога или Короля. Второе. Маленькие республики в силу своей бедности и незначительности существовали долго. Большие? Нет. Третье. Условия. Огромная власть и богатство порождают коррупцию в деловой жизни и в политике и внушают любимцам публики опасное честолюбие. Итак, моя мысль заключалась в том, что республики не вечны. Со временем они умирают и большей частью остаются в могиле, тогда как свергнутая монархия постепенно снова оказывается на коне. Постепенно, к их же собственному смятению и ужасу, вынудят их ее уничтожить. Я полагал, что однажды в далеком или недалеком будущем обстоятельства незаметно для людей сложатся так, что какой-нибудь честолюбивый кумир народа сможет свергнуть республику и на ее развалинах воздвигнуть себе трон, и что тогда история готова будет поддержать его. Но все это было 35 лет назад. Теперь кажется странным, что я мог мечтать о будущей монархии, не подозревая о том, что монархия уже существует в настоящем, а республика стала делом прошлого. Но именно так оно и было. Республика оставалась только по названию, а фактически республики давно уже не было. В течение 50 лет наша страна является конституционной монархией, причем на троне восседает республиканская партия. В течение 50 лет назад. Монарх более могуществен, деспотичен и самовластен, чем любой европейский монарх. Приказы Белого дома не ограничиваются ни законом, ни обычаем, ни конституцией. Он может командовать Конгрессом так, как даже русский царь не может командовать Думой. Он может сконцентрировать в своих руках еще большую власть, лишив штаты их законных прав. И устами одного из министров он уже объявил, что намерен это сделать. Он может заполнить Верховный суд судьями, сочувствующими его честолюбивым замыслам, и он уже грозился это сделать. Опять-таки устами одного из министров. Множеством хитроумных способов он так надежно укрепил свои позиции и так цепко держится за трон, что, сдается мне, устроился там навсегда. Посредством системы чрезвычайных тарифов он в интересах нескольких богачей создал множество гигантских корпораций и с помощью ловких аргументов убедил многочисленных и благородных бедняков в том, что эти тарифы введены в их интересах. Далее монархия объявляет себя врагом своего же детища, монополий, и притворяется, будто хочет это детище уничтожить. Но она очень осторожна и предусмотрительна. Она ни слова не говорит о том, чтобы поразить монополии в самое их сердце, в систему тарифов. Она благоразумно откладывает эту атаку до «после выборов», то есть на тысячу лет. Совершенно ясно, что именно это она имеет в виду, но народ этого не знает. Наша монархия не делает ни одного шага назад, она движется только сперед, только к своей конечной, теперь уже вполне гарантированной цели — к полноте власти. Я не надеялся дожить до того дня, когда она этой цели достигнет, но последний, самый поразительный ее шаг внушил мне новые надежды. Шаг этот заключается в следующем. До сих пор наша монархия формально выбирала свою тень голосом народа. Теперь же эта тень сама назначила себе преемника. Мне кажется, это срывает последние лохмотья, которые еще прикрывали тающую восковую фигуру нашей республики. То же самое произошло с Римской республикой. 31 октября 1908 года Баттерс ускользнул от меня Да, Баттерс ускользнул от меня. Мне не везет последнее время. Я вспоминаю по этому поводу случай с Уильямом Праймом. Прайм был богомолен до крайности. Все его мысли были о Боге. Он носился со своей религией, как пьяница с заветной бутылкой. Не то чтобы он падал с ног, но в пол пьяна был пьян всегда. Пошатывался и нес околесицу. В его отношениях с Богом была одна занимательная особенность. В те минуты, когда Прайм не молился Создателю и не возносил ему громогласных похвал, он обычно клял и бронил трех или четырех из своих супостатов, умоляя при этом Господа уберечь их от гибели, ибо, как он объяснял, если он лишится возможности их проклинать, он не будет по-настоящему счастлив. Главным из тех, кого Прайм ненавидел, был Эдвин Стентон, прославленный военный министр в правительстве Линкольна. Когда Стентон скончался в 1869 году, Прайм путешествовал. Плавал по Нилу со своим зятем, известным харфордским филологом Хэммондом Трамбулом. Однажды их парусник стоял на якоре у Луксора. Прайм прохаживался по берегу, спускалась ласковая южная ночь. В экстазе Прайм прославлял создателя, дозволившего жалкому червю своему вкусить столь невиданное блаженство всем бренном мире. С проходившего мимо судна Трамбулу сообщили горестную весть об утрате, которую понесла наша страна. Он сошел на берег поделиться новостью с Праймом. Подойдя, он остановился и стал выжидать. Прайм давал представление в своем лучшем молитвенном стиле, кося одним глазом на небеса, чтобы проверить, следят ли за ним оттуда. Он трудился над своим панигириком божеству, громоздя хвалу на хвалу и восторг на восторг, и, закончив неслыханным взрывом богомольного красноречия, удовлетворенно мотнул головой, как бы говоря, так вот, прошу занести в мое личное дело. Тут Трамбул сообщил ему новость. Картина сразу переменилась. Воздев кулаки к небесам, Прайм издал злобный, яростный вопль. Как ты отнял его от меня, отнял все, чем я владел, оставил меня нищим? Смиренно и преданно служил я тебе, служил в Сколыбели, всю жизнь, и вот, что я получаю в награду. Баттерс ускользнул, и я тоже чувствую, что меня обобрали. Целых семь лет он был моим любимым врагом. Я так наслаждался ненавистью к нему, и вот его отняли у меня, без малейшего разумного повода, без всякой причины. Кончина тридцати родичей не причинила бы мне столько горя. 1908 год. Дилетанты в литературе. Одна из трудностей, которые ждут человека, пишущего автобиографию, — это обилие тем, которые просятся на язык. Только вы сядете и приметесь диктовать, на вас набрасывается не меньше двадцати тем, вас захлестывает не агара, вы тонете и пускаете пузыри. Нужно ограничить себя одной темой, но как на это решиться, какую из двадцати взять? Однако это необходимо, выхода нет. И вот вы берете одну единственную из двадцати с горьким сознанием, что девятнадцать других, быть может, навек потеряны, больше они не вернутся, никогда не придут вам на ум. Но сейчас тема навязана мне. Навязана же потому, что еще горяча, не успела остыть, прошло всего пятнадцать минут. Речь идет о нескольких рукописях литераторов-дилетантов. Речь идет о нескольких рукописях. Речь идет о нелицеприятной оценке. Я прочитал рукописи, прибывшие с утренней почтой, и я в нерешительности. Если бы они пришли от незнакомых людей, я не стал бы даже читать их, и отослал непрочитанными, как поступаю обычно, с объяснением, что я не в силах судить о литературных произведениях за вычитом тех, которые пишу сам. Но сегодняшний урожай, сочинение людей, с которыми я дружески связан, и это меня обязывает. И я прочитал их. Как обычно, это не литература. Там попадается мясо, но оно не проварено, разве только наполовину. Повторяю, мясо там есть, и если бы оно досталось настоящему повару, думаю, что получилось бы съедобное блюдо. Одна из присланных рукописей, почти что литература, но фатально всплывающая любительщина губит написанное. Автор просит меня, если вещь мне понравится, рекомендовать ее к напечатанию в какой-нибудь литературный журнал. Эта наивная храбрость вызывает у меня восхищение. Подобной неустрашимости, наверное, и не увидишь ни на каком другом поприще, кроме литературы. На поле сражения можно встретить нечто похожее, но лишь в отдаленной степени. Наверное, бывало не раз, что необстрелянный рекрут бодро шел на отчаянный штурм, шагая навстречу пулям. Но здесь сравнение кончается. Кто слыхал, чтобы необстрелянный рекрут, даже самый лихой из рекрутов, требовал, чтобы его назначили на место бригадного генерала? Между тем, автор-любитель выступает как раз с таким требованием. Не имея ни малейшего опыта литературной работы, он предлагает свою стрипню в один журнал за другим. Иными словами, претендует на место литературного генерала, который заслужил свое звание и должность годами и даже десятилетиями тяжкой солдатской службы. Я глубоко убежден, что на свете нет ни единой профессии, в которой был бы возможен подобный случай. Если вы никогда не обучались точать сапоги, вы не придете в сапожную мастерскую с предложением своих услуг. Даже самый напористый из претендентов писателей не будет настолько глуп, чтобы так поступить. Он поймет, что это смешно, что это абсурдно. Он столкнется с простейшей истиной, что для того, чтобы стать приличным жестянщиком или каменщиком, кладчиком кирпичей, наборщиком, ветеринаром, повитухой, трамвайным кондуктором, Словом, чтобы преуспеть в любой области или профессии, дающей славу и хлеб, нужно знать свое ремесло. Почему же, как только речь идет о литературе, здравый смысл у людей испаряется, и все обретают уверенность, что для этой специальности не нужно ни обучения, ни опыта, только уверенность в своем даровании и храбрость льва? Чтобы представить полностью всю странность и дикость подобных намерений, приведем наглядный пример. Допустим, что наш претендент на славу и деньги подвизается в какой-нибудь смешной профессии. Скажем, он является в оперу, чтобы стать вторым тенором. Дирекция договаривается с ним, зачисляет на штатное место. Это чисто воображаемый случай, я не утверждаю, что такой случай был. Что происходит дальше? В антракте директор вызывает второго тенора для объяснения. Вы учились когда-нибудь петь? Немножко так, самоучкой. Свободное время. Знаете, от нечего делать. Вы хотите сказать, что вообще не учились пению? Систематически, под руководством профессора. Нет, никогда. Как же вы пришли к мысли, что сможете петь в Лаенгрине? Почему-то мне показалось... Знаете, решил попытаться. Знакомые все говорят, что у меня сильный голос. Да, у вас сильный голос. И если вы пять-шесть лет поработаете с опытным педагогом, из вас может что-нибудь получиться. Пока что, поверьте мне, вам нельзя выступать в опере. Природа даровала вам голос, осанку, детскую веру в себя и изумительную, я бы сказал, сверхчеловеческую отвагу. Все это ценные качества, и они говорят вашу пользу. Но для успеха в нашей профессии требуются еще и другие ценные качества, которых у вас пока нет. И если вы не готовы к тому, чтобы тяжким трудом их добыть, забудьте об опере. Попытайте счастье в другой профессии, где меньше нужны подготовка и опыт. Я лично советую вам поступить в больницу хирургом. Спасибо. 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 Спасибо.